Провитание, поваженные подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Что робить с ружьями в июне? Ухаживать. И знаете, вот садитесь и читайте себе мантру. Подкормка, полив, мульчирование. Подкормка, полив, мульчирование. В июне месяцы розы, в какой бы полосе они ни находились, они все равно находятся в фазе активного роста. Вот у меня они уже начали бутонизировать. Значит, я усилю каким-то образом подкормки. Каким образом? Добавлю концентрацию фосфорно-калийных удобрений. Для того, чтобы шло формирование и стеблей цветоносов, и бутонов, а затем и цветов. Чередуем подкормки органические и минеральные. Роза очень любит органические подкормки и очень любит коровяк, настой свежего навоза. Свежий мы берем, закладываем в бочку или в какой-то бак. Это такой волшебный рецепт с давних времен, который работал и сто лет назад, и работает он и сейчас. Правда, когда-то в него клали, я не знаю, где столько на скрипте, в каком камине сажи, для того, чтобы удерживать аммиак. Ну, теперь можно сажу не в скрипте, в камине, а по соседям придется пойти. А просто добавить можно на ведро затем уже готового раствора, добавить ложечку аммиачной селитры. И вот, берем бочку 100 литров, туда 1 треть топчем свежего навоза коровьего и затем заливаем водой. Добавляем туда 1,5 кг золы, настаиваем. Ну, у кого как настоится, высокая температура, значит, за неделю может настояться. А что такое настоялся, это когда пошли уже пузырьки, прошел процесс брожения. У кого-то это может занять и 10 дней, и 2 недели, значит, прекращается процесс брожения, выделения пузырьков, наш раствор готов. И поливаем. Очень любят такую подформку, и она, я рекомендую, чтобы она была единственной для молодых саженцев роз, которые мы посадили, допустим, весной, или это молодые кустики 2-3 летки прошлого года посадки. Им тоже не надо излишняя кормежка минеральными удобрениями, достаточно будет 1-2 раза в месяц подкормить вот такой вот коровьей жижкой. Ну, не забывайте, что разбавлять надо, потому что вы же уже знаете о том, что мы берем одну часть вот этого нашего компота и разбавляем 10 частями воды. Такая подкормка. Затем мы смотрим у некоторых роз, здесь уже хорошо облиственный кустик, ботанизация полным ходом пошла. Ну, кое-где могут быть какие-то засохшие части, или бывает, что в процессе ухода вскрывается то, что какая-то часть не развивается. Вот вроде бы она после зимы вышла зеленая, а на самом деле стволик мертвый, и постепенно он усыхает. Значит, проводим такую санитарную обрезку. В июне месяце мы также проведем обрезку, проверим, нет ли слепых побегов. Слепой побег – это тогда, когда он не заканчивается бутончиками. Здесь вот я даже такого найти не могу, но будьте внимательны. Иногда он заканчивается просто листиком, вот этим сложным, пятирассеченным. И на этом все. Это может произойти вследствие там либо травмирования, либо плохой зимовки, где-то там отмерзла или подопрела. Поэтому такие побеги мы тоже вырезаем, потому что он так и будет стоять у вас круглый сезон, на нем ничего не образуется. Мы его не совсем удаляем, а укорачиваем на одну треть, и затем он пустит боковые и уже хорошие настоящие побеги, которые закончатся наконец-то бутоном. Делаем поливы. Поливы еженедельные. Если это растение среднего размера, трех-пяти лет, то достаточно одного ведра под куст. А если это крупные растения, особенно если это плетистые розы, которые уже заплели опоры, и погода засушливая, то под такие растения надо 3-4 ведра влить. Потому что в этот период розы очень чувствительны к влажности. Должен быть запас влаги для того, чтобы наши подкормки не прошли даром. Не будет влаги, не будет поступать питательные вещества, которые мы будем посыпать. Что из минеральных удобрений рекомендовать? Ну, конечно же, комплексное удобрение в июне месяца, и чтобы оно было сбалансированное. Хорошо, если это будут в составе еще какие-то содержатся микроэлементы. Потому что, как и всякие другие растения, роза тоже отзывчива на микроэлементы, такие как бор, медь, цинк. И затем необходимо мульчирование, как я вам говорила, читать мантру, не забывать. После каждого полива мы немножко шевелим поверхность для того, чтобы хорошо защищало от излишнего испарения в жаркие солнечные дни. Ну, в принципе, и все. Значит, снова читаем мантру. И к июлю месяцу, к началу июля, я вижу, что они уже зацветут и порадуют необыкновенным пышным цветением. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего хорошего!